всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал напомню что меня зовут оксана и я парфюмерный любитель сегодня потрясающая тема 4 стихии огонь вода земля и воздух помимо всего прочего это видео снимается в сотрудничестве с замечательными блогерами которых я люблю все эти женщины они заключают в себе все эти четыре стихии я бы даже сказала 5 5 стихия невероятная женственность которая обладает каждая из них это татьяна из аризоны наташа фрагнатик ирина нордфорс и люба любопытный нос я с удовольствием смотрю их каналы и учусь у них поэтому огромное спасибо вам девочки за то что вы есть и большое спасибо за предложение о сотрудничестве и так четыре стихии у меня свой взгляд на эти стихии и я попыталась передать не все получилось может быть отшлифована и ровно но эта стихия ничего не поделаешь поэтому я очень надеюсь что вам понравится и так стихия земля как только я подумала об этой стихии я сразу поняла что это земля моей родины земля украины невероятно богатая земля как говорит мой муж не успеешь подумать а это уже выросла поэтому моя сегодняшняя подборка будет связано именно с землей моей родины знаете когда приезжают в гости дети так случилось что дети живут далеко не в украине первое о чем они просят это об украинском борще и баклажановой икре с томатами спелыми сочными пахнущие солнцем то что возвращает их на родину хотя бы на какое-то время на украине у нас невероятно вкусные молочные продукты поэтому сегодняшняя подборка ароматов связано именно с молочными нотами конечно же эти ароматы не будут пахнут борщом и томатами это будет молоком коровы которые едят траву невероятно сочную и разнообразную дают прекрасное молоко вот именно поэтому моей в моей голове возникла идея именно к этой стихии приурочить ароматы с нотой молока у меня их немного но я их очень люблю это конечно же мое золотое сердце map of the heat gold номер 4 это кардамоновое молоко вы знаете я сейчас ношу его летом и этот парфюм не напоминает даже не молоко а вот взбитую пену от коктейля молочного это очень яркий кардамон остальных нот я не слышу просто освежает охлаждает очень очень приятно и вкусно пахнет при том что совершенно у этого аромата нету сладости вот такой мой вариант женского молочного аромата следующий аромат здесь не ассистирует мой муж игорь передает всем привет это конечно же люмьер бланш от альфа тиф студия альфа актив studio извините этот аромат невероятный знаете такое сочетание мягкости молочной деликатной и достаточно такого насыщенного звучания потому что вот уже к базе ближе он становится на мой взгляд вот совершенно таким мужским в нем появляются какие-то нотки мне почему-то какого-то цитруса или бергамота а вначале это действительно какая-то такая молочность кардамон здесь очень очень мягкий и деликатный и что мне еще нравится в этом аромате в нем есть миндальная нота я люблю миндаль в ароматах и это миндальная нота становится какой-то такой интимной что ли к базе но на мой взгляд это мужской все-таки аромат что еще делает этот аромат особенно вот подходящим под эту категорию его матовое такое свечение если посмотреть этот аромат на солнце он такой немного сизый как знаете на полях которые отдыхают бывает такая дымка ранним ранним утром она потом конечно исчезает когда солнышко выходит но вот этот аромат напоминает мне именно эту дымку дай мне пожалуйста парфюм поэтому подборка стихия земля два молочных аромата большое спасибо идем дальше это видео мы пишем как раз на отдыхе на выходных поэтому я прошу прощения за может быть посторонние звуки какие-то непредвиденные какие-то ситуации ну импровизация наверное теме интересно и так воздух без воздуха человек не может прожить даже несколько минут поэтому воздух меня это стихия необыкновенно важная сюда в эту подпорку попали ароматы нелегкие и непрозрачные как можно подумать а именно те которые мне постоянно хочется вдыхать таким ароматом для меня является парпора от тициана терренти это роза я розу люблю это удивительно красивое прочтение розы роза какие-то примесью смол она вначале даже немножко пахнет то ли керосином то ли бензином для меня но это мне невероятно нравится этот аромат вначале надо сказать напугал моего мужа потому что он сказал нет так женский парфюм пахнуть не может а сам он тоже наотрез отказался пользоваться этим ароматом а я же упиваюсь этой розы она раскрывается постепенно и при том при всем что этого аромата потрясающая стойкость вот именно это прочтение розы заставляет меня постоянно ее вдыхать от себя я считаю удивительная роза пауло терренти браво я обожаю этот аромат для меня это вот следующий аромат который попал в мою подборку слышите птицы это вам клип интерпол золотой лес прекрасный аромат который я влюбилась заочным него посоветовала наша подруга наталья наташа привет огромное тебе спасибо и потом я еще спрашивала у иночки парадис она тоже рекомендовала этот аромат и говорил о том какой он вкусный и красивый я заинтересовалась с линейкой в англии я знакома но как-то всегда обходила этот аромат стороной он конечно потрясающий это ваниль мне здесь слышат а смолы древесность миндальность он и сладкий и в то же время в нем есть немного табачная нота невероятно женственная и красивая потому что вот он действительно женственный мне его подарил муж огромное спасибо он знал что я хочу этот аромат и вот уже несколько недель я постоянно этот аромат слушаю от себя он конечно на мой взгляд на прохладную погоду на вечернее может быть прохладное лето или же на осень и зиму но из-за того что мне очень нравится этот аромат я постоянно его наношу и вдыхаю то есть я дыхаю полной грудью я дышу этим ароматом поэтому он попал в эту подборку мой золотой лес от англии вот такая моя подборка такое мое видение стихии воздуха стихия воды для меня это особенная стихия мне именно хотелось это видео снять в большой воде я одену очки так наверное будет и эстетичней и правильней потому что солнце очень сильно не захотелось чтобы мои ароматы были мокрые от воды потому что это стихия как нельзя подходит и эти ароматы олицетворяют эту стихию конечно это аква от кинзо аромат который для меня как море во флаконе ну помимо того что это просто потрясающий цвет мой любимый цвет березы и этот аромат напоминает волну застывшую вот такую динамичную очень красиво и вот сейчас летом он меня невероятно освежает в нем просто потрясающие ноты они сбалансированы и как-то так одна за другую цепляются выдернуть что-то очень сложно я уже говорил об этом аромате неоднократно эту композицию очень очень украшает на мой взгляд магнолия у аромата базе появляется такая какая-то терпкая горчинка очень приятная этот аромат нравится моему мужу аромат отдыха позитива настроения и действует он на меня как море он антистресс он способен улучшить мне настроение пост несколько нанесений и все у меня отлично поэтому аква кинзо однозначно в этой подборке следующий аромат который уже не о море на мой взгляд это о пресной воде неважно дождевой или виде тумана но это аромат мечты о бесконечности от лалик у него даже такой запотевший флакон не все время хочется вытереть его вот сейчас когда я наливаю эту воду символически на этот аромат мне все время хочется этот флакон вытрет чтобы он стал прозрачный нет оставайся таким потому что ты прекрасен и сам по себе аромат удивительный он прозрачный я не могу сказать что он водянистый именно прозрачный в нем прозрачный бергамот прозрачный персик прозрачная роза и фантастическая древесно-сандаловая база одна из самых красивых вас на лето невероятно освежающий и легкий позитивный аромат я очень хорошо себя в нем чувствую когда и не знаю что одеть этот аромат меня постоянно вручает поэтому он попадает в подборку потому что по яркости он конечно спокойней чем aqua kenzo но по стойкости и по какому-то красивому благородному такому содержанию и по своей игре на кожа эти ароматы просто превосходны поэтому они попадают в эту прекрасную подборку это мои ароматы подходящий к стихии вода последняя стихия огонь и самая простая при выборе аромата и для меня это вообще стихия такая и осторожно очень с огнем я долго думала как же все-таки лучше показать аромат который олицетворяет эту стихию ничего я не придумала оригинального это все-таки специи и согревающий такой какой-то насыщенный аромат и так для меня это парфюм другой ут от ланком флакон это отдельная конечно история это просто красота настолько качественно красиво сделан флакон тяжелый очень дорого смотрится кстати вот здесь открытая дверь нарисована такая какая-то резная посмотрите через эту дверь и видно пламя свечи как будто бы в доме горит очаг и это можно увидеть только на камеру потрясающее зрелище действительно на огонь можно смотреть бесконечно этот аромат прекрасен во всех отношениях он дорого звучит он статусный он такой немного даже гордый но с ним нужно осторожно вообще к такого рода парфюмам нужно относиться осторожно он очень красиво раскрывается на горячей кожи вот моего мужа горячая кожа он вероятно красиво раскрывается я даже слышу какие-то шоколадные кожаные ноты на мне мне кажется он открывает открывается менее конечно многогранно поскольку кожа холодная но мы носим этот аромат вдвоем единственное что я наношу чуть-чуть одно распыление вот а он может нанести несколько распылений и с огромным удовольствием носить аромат очень стойкий вот он вроде бы затихает и вроде бы исчез а потом повернешься и слышишь от себя легкую удовольствие специи почули и все это играет все это переливается в общем аромат прекрасный но с ним нужно осторожно с огнем вообще нужно осторожно и мой пушистый котенок это огонь которого я не боюсь но определенно аромат согревающий и укутывающий это кашмир от ранга бакле мы активно его носили и весной и зимой и с этим ароматом вот как-то я не боюсь передозировки это специи это амбра это корица все очень мягко приятно уютно это мягкий плед который ты завернулся вечером зимним у камина и тебе невероятно хорошо можно пить глинтвей можно пить чай можно пить в общем все что угодно с этим ароматом вот такие два моих специевых любимчика аромат с которым на вы и аромат которым на ты вот такой взгляд на четыре стихи еще раз огромное спасибо за предложение сотрудничества за потрясающую тему я благодарю всех своих подписчиков кто зашел на мой канал кто подписывается и ставит лайки огромное вам спасибо за доверие мне это очень приятно и очень важно я надеюсь что вам понравилось мое видео благодарю вас за внимание и оставайтесь со мной до новых встреч на моем канале пока